Давно у нас не было читательских влогов на канале, поэтому пора это исправить. Привет, мои дорогие! Безумно рада видеть вас в этом видео, приветствую вас таким, знаете, домашним вайбом, в домашней одежде, потому что это читательский влог, причем долгожданный читательский влог. И не зря я сижу за этой прекрасной полочкой, на самом деле я просто готова сесть с ней в обнимку, так как здесь находится Агата Кристи, именно ее книги мы будем с вами вместе читать в этом влоге. Обожаю детективы Агаты Кристи, для меня это супердинамичные, захватывающие книги с интригующим сюжетом и с непредсказуемой концовкой. Конечно, на самом деле о убийце в одной книге я догадалась, сейчас расскажу, о какой книге я говорю, но в остальном я на самом деле просто сидела с отвисшей челюстью до пола, когда дочитывала книги Агаты, потому что совершенно не могла догадаться о концовке. Мне кажется, в книгах Агаты Кристи в конце поражает именно не то, кто убийца, а как именно было совершено это убийство, и как Агаты Кристи все прописала и продумала до мельчайших подробностей, что мы просто читаем, просто вот с аплодисментами действительно. Кстати, судьбу этого влога выбрали вы, какую книгу мы с вами выберем. Я вас спросила, какая книга самая динамичная Агаты Кристи, и одна книга прям выбилась в лидеры. Так что сейчас хочу вам показать свою небольшую коллекцию книг Агаты Кристи, рассказать, что я читала, что я планирую, естественно, читать, и что мы возьмем сегодня на наш влог. Давайте по порядку с вами пройдем, возьмем книгу, которую будем читать, и скажу, какие я читала. Так, у нас здесь «Зло под солнцем», «Убийство Роджера Экроида», про нее мне тоже очень много пишут, что она очень классная. «Убийство в стучном экспрессе» я читала давно, и очень хочу перечитать эту книгу. Концовку я помню, новую саму заварушку, сам сюжет уже на самом деле плоховато, поэтому классно перечитать. «Карты на столе», тоже очень много хороших отзывов от вас. Вот как раз-таки вот эту книжечку вы выбрали. Это «Убийство по алфавиту», поэтому именно ее мы будем читать. Очень много голосов, говорят, что вообще какая-то невероятная книга, захватывающим сюжетом, и невозможно угадать убийцу. В общем, посмотрим. А вот эти, кстати, три книги, которые лежат, я их все читала, и вот как раз-таки у меня был такой период времени, что я их залпом прочитала, и в таком восторге осталась. У меня первая была это «Десять негритят», и она мне очень сильно понравилась. Это самая моя любимая книга у Агаты Криси на данный момент, и даже фильм смотрела. «Смерть на Ниле» понравилась очень сильно тоже, но все-таки «Десять негритят» мне показалось более динамичной и интересной. Вот «Рубиблиотеки» меня все-таки немножко разочаровало. Здесь я догадалась, кто будет убийца, конечно, это круто, но по эмоциям не совсем классно. Но все-таки с Мисс Марпл я потом хочу еще познакомиться. Все-таки в этой старушке что-то есть. Ну что, начинаем. Я надеюсь, что это будет очень захватывающе и интересно. Смотрите, какие здесь еще форзицы прикольные. Так что все, беру на всякий случай себе сикеры, закладочку, и буду начинать. О, кстати, смотрите, здесь предисловие есть. А еще в этой книге всего 320 страничек, так что прочитается, я думаю, она очень быстро. Вообще все книги тоненькие, Агата Кристи, и читаются на одном дыхании. «Это было бы прекрасно». «Прекрасно? Ограбление может быть сенсионным, но никак не прекрасным. Вы делаете ошибку, мой друг, вы не понимаете, о чем я говорю. Ограбление будет для меня большим облегчением, так как тогда мне не придется бояться чего-то другого». «Чего же именно? Убийство», — произнес Эркюль Фарро. «Как я обожаю за это детективы. Оторваться просто невозможно». «Вы смотрите на меня глазами верной собаки и ждете от меня заявлений в стиле Шерлока Холмса». Это просто какой-то капец. Вот реально, только я как ознакомилась с селены Шерлока Холмса, мне абсолютно в каждой книге, не знаю, как такие совпадения вообще, либо Шерлок правда упоминается во всех книгах, которые только возможны, но мне уже и вот в этой книге. И я под куполом читала в марафоне 24 сочтения «Везде упоминания Шерлока Холмса». Это просто очень удивление для меня, но это так круто, я прям обожаю такое. Страницы пролетают с невероятной скоростью. Пока я, конечно, как всегда, в восторге от того, как пишет Агата. Она пишет очень просто, при этом невероятно интересно. Все вот эти вот уже завязки, какие-то намеки, мне это так сильно нравится. Нам здесь дался такой прям конкретный намек, считай, в самом начале. Но я думаю, что не должно быть все настолько просто. В остальном мне все очень нравится. Название книги говорит само за себя. Здесь у нас происходит убийство по алфавиту, убийство друг за другом в алфавитном порядке. Плюс убийца оставляет как бы такие инициалы алфавита. Это прям на самом деле жутко. Прям правда жутко, мурашки пробегают по телу, как там все дальше будет. В общем, интересно, поэтому, конечно же, читаем дальше. Вот так читаются книги Агаты. 50 страниц, а пролетели они просто незаметно. Даже уже, считай, 60 страниц. Вообще не заметила как. И я не ожидала, что здесь как бы главный герой будет друг Эркюля Пааро. А сам Эркюль Пааро будет как бы, ну, со стороны нам показывается, в лица этого друга. На самом деле это прям интересно. Эркюль Пааро здесь как бы детектив, но не главный герой. Второй день нашего влога. Вчера я уснула часа в три ночи, монтировала видео, читала книгу. Оторваться, правда, было невозможно. Я в итоге вот уже прочитала половину, дошла до 156 странички. Пока, на самом деле, даже и сказать нечего. Очень интересно, что Агата Криси делает в конце, потому что, как я поняла, если вы мне написали, что там что-то будет потрясающее, значит, там все не так просто. Как, конечно, некоторые догадки у меня есть. Посмотрим, оправдаются они или нет. Я вот уже собралась, буду выходить из дома. Конечно же, книжечку я беру с собой. У нас сегодня на улице такая потрясающая погода, поэтому поедем гулять. Зайдем в книжные магазины, обязательно погуляем там, походим. И, конечно, книгу беру с собой. Буду читать в автобусе, например. Думаю, время найду, потому что хочется читать эту книгу. На самом деле сейчас постоянно. Книга такая маленькая, что она вообще без проблем ко мне в сумку помещается. Так что все, пойдемте гулять. Господи, как же долго я ждала этого тепла. На улице прям весна, знаете, этот весенний запах. В общем, сейчас поедем, встретимся с Аней. Поедем сначала пообедом вместе с ней куда-нибудь. Потом походим по книжным магазинам, конечно же. Мы с Аней без этого никуда. А потом поедем куда-нибудь в парк погуляем. Почитаем там. Можем пройти мимо зеркала. Встретили с Аней. Настроение отлично. А сейчас мы идем кушать. Югами. Сидела, читала в автобусе. Прочитала страниц 30. Сейчас придем с вами в более тихое место. И я расскажу о книге. Но пока очень-очень интересно. Мне очень интересно, что будет дальше. Обожаю Бэтта Кристи. Все, пришли мы кушать. Сейчас будем выбирать. Я вам расскажу еще о книге. Пока нам будет кинкали нести, кстати, Аня. Расскажи, что ты читала у вас? Я читала 10 негритят. У меня было состояние такое, что я вообще ничего читать не хотела. Уже несколько месяцев. Я ее прочитала за 2 дня. Вот. Вот что делает Агата Кристи с людьми. Такое у нас здесь меню. Сейчас будем выбирать хинкали. Я думаю, тремя штучками я наемся. И возьмем какой-нибудь чаек. Так, здесь такой интерьер. Прям... Крусинский вайп. Да, колоритный прям вообще. Очень круто. А еще тут открытая кухня. Ну что, пока ждем. Расскажу вам о книге. Знаете, эта книга мне по вайбу даже напоминает Шерлока Холмса. Кстати, тут снова отсылки были на Шерлока Холмса. Вообще везде. Все книги, которые читают, теперь мне Шерлок Холмс встречается. Он меня преследует. Но я вам вчера уже говорила об этом. Я вот прошу. Кто? Как я говорила, в этой книге здесь ведутся не от Эркюля Фуаро, а от другого персонажа, от его друга. И знаете, этот вот вайб мне реально напоминает доктора Ватсона и Шерлока Холмса. Потому что у них тоже такие же, знаете, диалоги есть. Возможно, Агата Кристи как раз-таки вдохновилась этим. Но это прям круто. И здесь у нас как раз-таки наш главный герой. Он тоже как пишет, как будто дневник. Да. Тоже такая вот отсылочка. Но мне кажется, реально Агата Кристи вдохновилась. Интересный факт. Вот, я вам не вру, что в Грузии Хачапури – это памятник культурного наследия. Вот так. Представляете? Это очень вкусно. Всем советую. Представляете? Мы с Аней покушали, мы счастливы и довольны. А теперь куда мы идем? Начинаем корм. Мы без этого никуда. Поэтому пойдемте с нами. Ну, посмотрите, какая красота на улице. Вау, ты посмотри, какой вид. Так, сильно хочу продолжить знакомиться с Моэмом. Наверное, либо на Вилле себе как-нибудь возьму. Она такая тоненькая, правда. Либо вот хочу Острое Бритвы попробовать почитать. Конечно, они дорогие. Вагонизы когда-нибудь будут с Лабиринта. Если вы планируете я что-нибудь такое взять весеннее, милое, то вот эту книгу однозначно советую. Про эту книгу сейчас часто слышу. Она 18+. Сильоплат под стеклянным колпаком. Интересно. Куча книг ремарка. Аня говорит, она нашла скидки. Давайте пойдем за Аней. Бежим, бежим, бежим. Что там? О, нифига. Ну, тут две книги, да, скидка 15%. Вау. Я это издание очень сильно люблю теперь. У меня есть Анна Каренина в этом издании. Кстати, вот Унесенный ветром. Я очень хочу Унесенный ветром. Сколько стоит? А если две книги сразу купить, то эта скидка в отраспространяется. Интересно. Блин, тысячу рублей. Ну нет, я такое не готова сейчас давать. Смотрите, какая красота. Мастин Кинг. Я очень хочу прочитать теперь вот это. Противостояние. Вот, под куполом. Я прочитала. Кстати, сколько здесь страниц, мне интересно. Больше, чем под куполом. Но кажется, что, конечно, здесь страниц побольше. Ну, на 1312. Примерно, как в Оно. Но когда-нибудь, я думаю, что все-таки доберусь до этой книги. Смотрите, сколько здесь вообще Стивена Кинга. Ляна Ратати Каприо. С тобой на Титанике. Падающая звезда. Кстати, красивое издание. Я ни разу уже его не видела. Симпатичная хоть и фотография, но у книг Даны как-то фотография прям эстетичная, что ли, выглядит. О, кстати. Это же вот совсем-совсем недавно книжка вышла. Это подарочное издание под небом Парижа. К сожалению, нельзя ее открыть, посмотреть. Но она, наверное, и к лучшему. Потому что на 18+. Туда же какая-то расширенная глава есть. Ну, интересно было бы посмотреть ее внутри. Ну, гляньте, какая обложка красивая. Смотрите. Смотрите. Тут на книге Элма Скотт. Скидка 15%. Значит, здесь шоперы есть прикольные. Вообще, очень симпатичные. Я не верю, что они у меня тоже теперь есть. Мы встретимся с тобой дома, дорогая. Вообще, сумма красивая. Классно даже есть место, чтобы сесть, почитать книжку. Фикс Прайс 70. Да, да. Она тоже, что ли? В мягкой обложке? Да, в мягкой обложке. Серьезно? Вы представляете? В мягкой обложке. В Фикс Прайсе 150 стоило. Это вообще как? Вот это да. Это мой рай. Ну, как же это издание красиво выглядит. Божечки, я обожаю. А вот, кстати, родненькое под куполом, с которым я снимала 24 часа чтения. Оно дешевле, чем противостояние стоит. Да, в улице вообще такая красота! Светит солнышко. Мы приехали на левый берег. Бладной голубь. Ну, гляньте, какая красота вообще. Такое вот озеро. Сейчас пойдем еще в пары гулять. Красота. Ой, какое небо красивое. Я бы всех видео вам передаю. Все, я приехала домой. Мы еще так прекрасно в привлесании время. В итоге книгу я читала, пока ехала гулять, пока гуляли, пока ехала обратно домой. В общем, любая возможность появлялась. Я сидела с книжкой в руках, потому что мне невероятно интересно, что же там будет дальше. Сейчас хочу поделиться своими пока эмоциями. Я в итоге продвинулась так неплохо. Прочитала где-то 50-60 страниц. А вот этот день сейчас вечером, конечно же, будем сами дочитывать. Потому что осталось всего 100 страничек. Ну, боже, как же я обожаю Эрикюля Пуаро. В этой книге он очень интересно раскрывается, потому что здесь мы как бы смотрим на нашего детектива, нашего частного детектива со стороны, другими глазами. Поэтому Эрикюль Пуаро немножко по-другому раскрывается. Даже немного по-другому на него стал смотреть, на его характер, что он такое бывает и вспыльчивый и так далее. На самом деле, очень-очень интересно. Насчет самого вот этого сюжета, знаете, либо правда, у меня уже просто какая-то поехавшая мания на Шерлока Холмса, либо правда так и есть, что здесь не только Агата Кристи вдохновилась Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном, что здесь у нас детектив и его друг, но еще и то, что главный злоумышленник, он, так сказать, манипулирует. Манипулирует, он отправляет письма нашему детективу Эрикю Пуаро, и он манипулирует в этих письмах, то есть даже какие-то подсказки, какие-то ему кидает намеки, что вот ха-ха-ха, ты меня не можешь найти. И вот похожие сюжеты были в Шерлоке Холмсе. Вот я читаю и прям вот понимаю, что где-то такое я уже видела. Естественно, да, сюжеты разные, но вот именно вот эта вот деталь, что убийца манипулирует вместе, как бы с детективом взаимодействует, такое правда было в Шерлоке Холмсе. Вот не знаю, либо у меня опять же какая-то уже мания на это, либо правда здесь такие вот схожие моменты есть. Если вы читали эту книгу «Убийца по алфавиту», если вы читали Шерлока Холмса, смотрели сериал, то напишите, как бы вам тоже кажется, что очень похожие сюжеты. Но, конечно, несмотря на это, Агата Кристи потрясающе все описывает, невероятно интересные, интересные персонажи, как все закручено, и вообще вот это вот убийство по алфавиту, да, что убийца, вот так вот целенаправленно убивает по алфавиту, это, конечно, на самом деле интересная задумка, так что мне уже не терпится узнать, что же там будет в конце. Я сейчас прям уже пойду дочитывать, потому что правда мне не терпится, и уже поделюсь своим мнением от концовки, наверное, вернусь к вам с какими-то своими эмоциями. Надеюсь, конечно, что не за разочарованием, но я уверена, что нет. В общем, все, я иду читать дальше. Я прям с пылу жара после прочитывания этой книги просто все, только закрыла ее, и знаете, мне не покидает легкое разочарование, чего я вообще никак не ожидала. Как-то ожидала я большего, что ли, от этой книги. Как-то для меня концовка, да, именно как все было задумано снова мне очень понравилось, но чтобы какого-то прям вау-восторга я не увидела, я не получила. Понятное дело, что я так и не догадалась, кто убийца, но мне кажется, здесь Агата Кристина даже не особо давала сильных намеков, чтобы читатель сам догадался, кто именно совершил убийство. Кстати, вот это вот мне как раз-таки не очень сильно нравится в книгах у Агат. Бывает, что у нее вообще убийца там где-то там вообще на заднем плане где-то там ходил, и нам про него, не знаю, три строчки написали. Такое тоже бывает. Поэтому здесь, мне кажется, вообще как бы догадаться было невозможно, но вот именно саму суть, в чем вообще все это заключалось, я, в принципе, сама поняла. Уже где-то после середины книги я стала об этом догадываться. Поэтому, ну, концовка, вот все-таки, знаете, более ровные вызвала, вот не знаю. Просто я, наверное, слишком большие себе ожидания насчет этой книги построила, слишком много было рекомендаций насчет этой книги, что в итоге я все-таки немножечко разочаровалась, вот не знаю. Конечно, я полностью в этой книге не разочаровалась, я возвращалась к вам когда с эмоциями, да, ранее говорила, как мне интересно, как мне интересно найти концовку, как интересно читать, я обожаю слог Агаты Кристи. Но вот именно концовка все-таки оставила не очень приятные послевкусия, ожидалось чего-то большего. Ну и просто, знаете, я сравниваю свои эмоции после прочтения той же самой книги «Десять негритят», где я вообще просто с таким шоком сидела от концовки. Поэтому, возможно, сравнивая вот эти вот свои эмоции тогда и сейчас, понимаю, что действительно мне эта книга оказалась слабее именно своим финалом. Но сам сюжет, как все было закручено, как все было продумано с этим алфавитом, это было, правда, классно, и за этим было очень интересно следить. Но книга, кстати, идет достаточно спокойно и размеренно. Не сказала бы, что тут какой-то прям супер-упер-экшен есть, но действия все равно быстро развиваются. Поэтому, конечно, если вы читали эту книгу, то напишите ваше впечатление, как вам концовка. Возможно, кого-то тоже она все-таки разочаровала, как и меня. Я не скажу, что прям полностью какое-то разочарование, нет, все равно у меня приятные впечатления от книги остались. Я классно и интересно провела время, причем эта книга быстро прям читалась. Но вот все равно концовка, ну вот чего-то большего я от нее ожидала. Мне будет очень интересно почитать ваше мнение. Если вы читали эту книгу, пишите, пожалуйста, в комментариях, как и вам, но, конечно же, без спойлеров. У меня тут даже несколько стикеров в книге есть. Ну, правда, были и классные мысли, и классные моменты, прям захватывающие, такие прям, которые переворачивали все с ног на голову. Конечно, это было круто, это было очень круто именно в моменте чтения. По итогу могу сказать, что это правда книга с интересным сюжетом, которая точно вас может заинтересовать. И это, правда, достойная работа Агаты Кристи. Конечно, она у меня в любимый не войдет, но я с удовольствием прочитала. Прочитала ведь с вами, чему я, конечно, очень рада. Так что мы с вами провели прекрасно два дня и погуляли, и по книжным магазинам походили, и прекрасно детектив прочитали. Сема тоже с вами прощается. В общем, да, всем спасибо за просмотр, и пока увидимся в новых роликах.